вороний где-то бог послал кусочек сыру а мне соседка принесла лепестки чайной розы всем привет это таня со львова я сижу будут просто наслаждаюсь этим запахом какой аромат если просто представить не можете я подумал что же мне сделать однозначно часть лепестков я буду ферментировать и делать чай розы я прошлом году уже делала у меня по моему должен быть на канале где-то это я не помню есть или нет уже ну ладно покажу как это делается и чай из ферментированных лепестков розы называется аристократический чай это не я придумала она так и есть и честно говоря в прошлом году у меня это чай ушел первым настолько он был хорош а часть розы я наверное сделаю сахаром я отложу часть лепестков для того чтобы с сахаром их сделать и какую-то часть оставлю для чая вот столько а это пока что в сторону обязательно нужно перебрать листочки убрать каких-то жучки и зеленые такие вот листики если попадаются в общем все убрать добавлять сахар к лепесткам нужно по весу один к двум я на глаз это сделала я не взвешивала сок у меня здесь лепестков вот так приблизительно у меня получилось к один к двум и смешивая чистыми руками конечно сахар с лепестками их нужно так вот вдавливать разминать лучше это делать двумя руками и выминать как будто бы вы тесто выминаете вот вот что у меня получилось из такого объема получилось а буквально вон на дне розочки с сахаром и она уже пускает сок идеале сюда добавить еще чуть-чуть лимонной кислоты или лимончика чтобы сохранился цвет я кинулась у меня нет ни лимона не лимонной кислоты ну я добавлю попозже куплю и добавлю и вот это вот все дело я оставляю до вечера а вечером перекладу в баночку там еще пустит сок вот в принципе можно сейчас баночку перекласть и оставить баночку до вечера не играет роли в чем он стоит даже может баночки лучше чтобы она стояла сейчас я перекладу аккуратно и покажу вот у меня получилось вот столько в литровой банке можно было конечно пол литровой баночку взять или еще меньше у меня под рукой не оказалось поэтому пускай тут стоит я добавлю еще тут лимончик или лимонной кислоты и перекладу уже в нормальную банку и поставлю просто в холодильник и пока моя роза с сахаром стоит отстаивается вот тут вот до вечера я покажу что я буду делать с остальными лепестками розы а буду я их ферментировать каким образом просто вот разминать руками просто лепестки роз я их подсушила немножко тоже надо перебрать еще есть какие-то зеленые штучки убирать вот вроде бы просмотрела вот так помню помню а потом беру вот так и растираю растираю до тех пор пока не пустит сок у меня мало поэтому я это делаю руками у кого много это пропускаю через мясорубку либо с очень как ферментируют вообще вот и листочки как ферментируют на чай либо с очень большими дырочками либо вообще без ситечка только один ножик ставит уже сок видеть течет сок и вот такой вот ферментированный такие лепесточки вот это непонятные ли сок пустили вот это я тогда ставлю сушить как сушить если у кого-то есть дегидратор а это такой прибор где можно делать сухофрукты сушку сушить можно пастилу делать в нем у кого-то может духовке на минимальной температуре при открытой двери у кого-то если есть возможность чтобы разложить просто и на проветриваемым где-то может комната веранда просто разложите она подсыхает потихонечку я это все расположу разложу я возьму досточку застелю пленкой пищевой и разложу возле на окне возле форточки там будет продуваться и она там нормально но только не на прямые лучи солнца там солнце тут вообще не должно быть в тенечке если даже на улице поставите где-то под сетку или куда то только в тенечек вот так я разложу на досточки и поставлю у меня после обеда солнца на окне нету у меня хоть и южная сторона но у нас деревья и получается что солнце заходит за деревья и нету солнца и она будет обдуваться и подсыхать чай аристократический это не я придумала это так оно и есть таким же образом можно ферментировать любые листочки для того чтобы использовать в чай листочки вишни листочки малины листочки смородины листочки ежевики правда они колючие и можно в перчатках резиновых делать это а можно просто их сложить в кулек и в культе вот так вот растереть ну вот ферментированные листочки намного вкуснее и ароматнее чем просто если бы я высушила даже вот эти листочки я уже это проверяла это уже проверено вот столько у меня будет чая немного но какие-то определенные моменты мне здесь захочется я его попью все всем спасибо за внимание всем папа